Всем привет! В этом видео мы будем делать вот такой вот мягенький неоморфизм. И наша задача сделать это без растровых эффектов, только чисто вектор. Поехали! Что такое неоморфизм я рассказывать не буду. Те, кто хочет получить больше информации, гугл в помощь, как говорится. А я не буду занимать ваше время этой бесконечной лекцией, что это такое. И наша цель сделать это с помощью только вектора. То есть не использовать никакого растр. Да, мои любимые стокеры, я переживаю за вас. Итак, что нам для этого нужно и как это вообще все делается? Давайте сделаем подложечку. Нам нужен фон. Фон не должен быть белым. Поэтому берем инструмент Rectangle Tool, то есть прямоугольник. И на наш артборд делаем вот такой вот прямоугольничек. Так, убираем обводочку здесь. И заливочку делаем... Вот у нас есть шкала серых градиентов. Мы их в принципе и будем использовать. Берем вот этот вот второй градиент. Вот такой вот. Если здесь поменять палитру вот в этой панели на раскладочку CMYK, то мы будем видеть, что есть черная шкала. В принципе, она нам здесь понадобится. Пускай вот так вот и будет. Давайте вот этот фон. Мы его заблокируем, чтобы он нам не мешал. То есть я разверну панель слоев и здесь поставлю в этом квадратике, нажму. Тем самым его заблокировав и все. Он у нас не выделяется. Итак, почему нам нужен фон темнее белого? На полтона, тон тут не важно. Потому что в этом дизайне вся фишка через свет и тень. И чтобы был блик вот этот, вот этого света, нужно, чтобы фон был темнее белого. То есть белее белого у нас варианта нет сделать. Поэтому нужно сделать фончик немножко темнее самого белого. Буквально вот такой вот слегка серенький. Это можно сделать не чисто серым. Можно его протонировать каким-то, не знаю, более приятным. Там немножко холодноватым каким-то синим цветом или теплым. Но на серому мы потренируемся. Как это работает? Как это работает простым путем? Простым путем это работает приблизительно вот так. Мы берем какой-нибудь эллипс. Я немножко приближусь к нашему фону и создам вот такой вот эллипс. Произвольный. Эллипс у нас в данный момент уже имеет цвет, который мы использовали в прошлом квадрате, который брали. То есть это вот такой вот серенький. Давайте мы его сделаем вот такой вот светлей, чтобы было видно. Я знаю, что на видео контрасты немножко скручиваются во время рендера. Поэтому боюсь это будет немного не так, как я его в данный момент вижу у себя на мониторе. Но я постараюсь немножко где-то пережать контраст, чтобы это было более заметно. Итак, вернусь к тому, как это выглядит по-простому. Как говорится, с помощью растро. С помощью растро делается это просто. То есть выделяем наш объект. Любой. Это будет квадрат, круг. То есть тот, что вы хотите занеоморфизить. Как-то так. Ищем панель appearance, то есть панель стилей. Вот здесь. У нас есть обводочка, да, stroke. И у нас есть fill. Fill это сокращение от имени Philip. Ну, шучу. Это заливка на самом деле. Вот. Нам нужно сюда добавить FX. То есть мы можем сюда добавить растровый эффект. В простой жизни это делается очень просто. Берем, находим здесь стилизация и выбираем инструмент. Не инструмент, а эффект тень, да. Drop Shadow. Вот. Включаем превьюшечку, чтобы нам было видно. И здесь в обычной жизни, это я уже крутил перед этим все это дело. У нас стоит Multiply и здесь стоит какой-то темный. Вот такой. Нам нужно здесь взять вот такой вот серенький цвет. Вот такой вот серенький цвет. Окей. И у нас он в другую сторону обычно. То есть здесь приблизительно вот так вот делаем 12 на 12. То есть вот в том направлении. Как-то так. Нажимаем. Давайте сделаем даже больше. По 15. То есть, ну, здесь на визуальную часть. Внизу я вижу вот как это отображается. Вот как-то так. Раз. Есть. И нужно добавить сюда новую заливочку. Вот. И к этой новой заливочке. Применить еще один. Еще один Drop Shadow. Где это он у нас? Так. Давай вот так вот. Да. Вот. Здесь поставить Screen. Режим. Поставить здесь. Минус 15. И минус 15. Вот так вот. Видим, что у нас сместилось сюда белое. Только давайте его и белым, собственно, и сделаем. Все. То есть, вот как-то так. Я надеюсь, вам видно. То есть, у нас есть вот такой вот цвет. И здесь тень. Ну, здесь есть моменты вот этого вот нелепого наложения. То есть, нужно искать движениями. То есть, смещать немножко вот эти вот растры в эффект. Это, в принципе, простой способ. Чтобы это сделать еще мягким, более мягким, можно применять. Еще применяется эффект. Секунду. Блюр. То есть, размываем его слегка. Вот как-то так. Все. И он вот такая вот мягкая неоморфическая кнопочка. Приблизительно. Вот. Но все это растр, как вы понимаете. Это супер простой, быстрый и интересный способ, который, кстати, потом можно добавить в панель стилей вот здесь. Вот у нас получается стиль. И мы можем любой уже эффект выделять, вот заливать вот этим стилем и получать вот такие вот штуковины. Но, как говорится, на стоке это не годится. И, собственно, вернемся к нашим баранам. Я думал, как это сделать, чтобы было и красиво, и векторно. Векторно. Вот и все. Чтобы это сделать чисто векторной картинкой, нам понадобятся хитрости с обводками. Я в многих своих видео уже работал этими обводками и градиентами в обводках. И, мне кажется, это неисчерпаемый источник создания разных интересных штуковин. Вот мы, собственно, и добрались к этому неоморфизму. Создаем круг. Нам нужно для этого круга сделать обводочку. Я не знаю, сейчас видно ли его. Возможно, я его сделаю, чтобы видно было, еще белее. Так, это у нас обводочка. Вот так. Мы потом это уберем, просто чтобы, я надеюсь, вам видна вот эта вот вся штука. Я, наверное, сейчас фон сделаю темнее, потому что я подозреваю, что на выходе будет хуже. Видна вот эта вот градация белого и тени. Вот поэтому давайте мы сделаем вот этот третий серый. Вот такой вот как-то. Все, блокируем назад фон, возвращаемся. Нам нужно создать обводку в этом круге с помощью градиента. То есть выделяем обводку, делаем, чтобы она у нас была активна здесь или вот здесь. И нажимаем, здесь есть произвольный градиент, вот так вот. И сразу делаем его толщину обводки где-то 40. Если это выглядит тонко, давайте сразу 80. Вот это, в принципе, нормальная такая толщина для нашей обводки. Можно это делать вот здесь. Потом ищем панель градиента. Вот она. И здесь, когда активна у нас обводочка, есть три варианта вот такого вот наложения. Мы выбираем вот этот вот. У нас градиент располагается вдоль нашей направляющей. Следующая задача создать нам нужно вот этот вот градиент. Мы где-то посерединке, когда плюс у нас возле курсора появляется, добавляем новый маркер в наш градиент. И здесь добавляем рядом еще один. Вот эти два маркера с правой стороны мы ставим цвет, который есть цветом фона. Третий вот этот. Если вы используете какой-то специфический свой цвет, вы его сохраняете на палитре и отсюда уже можете перетаскивать, собственно, вот в это место. Вот этот. И вот этот белый нам тоже нужно заменить. Потому что края, вот эти вот крайние части нашего градиента, они перетекают непосредственно в наш фон. Вот поэтому они должны быть точно такого же цвета, как и фон. Вот этот вот маркер, это у нас он отвечает, собственно, за саму тень. Давайте теперь, в данный момент, мы можем с нашего объекта уже убрать заливочку. Потому что, ну, у нас видна тень. Вот. Возвращаемся. И теперь вот этой настроечкой мы можем делать, собственно, мягкость вот этого вот перехода. Давайте я нажму Ctrl-H. Тем самым я убрал отображение самого контура. Его теперь не видно. И вот, чтобы вот этот вот рамка вот эта вот нам тоже не мешала для просмотра настроечки, я ее тоже уберу. Вот она у нас здесь есть. Shift-Ctrl-B. Да? Hide Bounty Box. Все. То есть, объект выделен, но нам не мешает вот это вот, собственно, отображение его выделения. Теперь мы можем крутить ползунки нашей градиенту, не отвлекаясь на дополнительной маркировке самого объекта. Простите. Отвлекся. Значит так. Нам нужно настроить вот эту тень. Давайте ее где-то вот 49, это ее позиция, Location. И вот как-то так, то есть помягче сделать. И, наверное, давайте сделаем ее еще немножко больше. 100. Вот. Вот с помощью вот этого вот маркера мы можем делать мягкость вот нашей кнопочки. То есть плавность вот этого вот контура. Мы можем ее сделать, если оба маркера мы совместим в позицию 50. Вот как-то так. У нас она будет острая. То есть. Но мы ищем мягкий вариант. Это нам дает возможность с помощью вот этого градиента делать вот такие вот хитрые маневры. Теперь следующее. И самое интересное. Как сделать верхнюю часть освещенной. То есть, чтобы здесь была не тень, а свет. Все, в принципе, очень просто. Нам нужно скопировать вот этот вот объект. Вот эту вот тенюшечку. Мы ее копируем. Давайте. Она у нас выделена в данный момент. Я нажимаю Ctrl-C. И нажимаю Ctrl-F. Видим, что в слоях она вот у нас продублировалась. И появилась вторая точно такая же структура. Но в этой структуре нам нужно поменять идею градиента. Выделить вот этот вот темный. И сделать его белым. То есть, тащим сюда белый пример цвет. Вот. Но у нас идет перекрытие. И тут, как бы, я думал, что сделать хитро. Вот эти штуки можно разобрать на сетчатые градиенты. Но потом мне пришла в голову очень хитрая идея. Мы просто берем инструмент прямоугольник. Закрываем вот так вот чуть-чуть больше половины нашего круга. Нам нужно, чтобы этот объект не имел обводки. Мы ее удаляем. А заливкой у нас будет градиент черно-белый. Вот. Причем черным должно быть вниз. Это вот так вот. Так. То есть, от белого к черному. И теперь. Выделяем вот этот объект. Выделяем. Видим, что у нас он выделился. И выделяем наш белый. Белый свет вот этот, что есть контуром. Потом открываем панель транспиренции. Так. То есть, слоев. И вот здесь, вот здесь появляется вот такая вот штуковина. Мы просто скрываем половину нашего контура под вот такой вот градиентной маской. Вот так вот. Раз. Но. У нас спряталось очень много объектов. Поэтому белый цвет на нашем вот этом градиенте у нас выделена вот эта штука. Мы можем отредактировать саму маску. Нам нужно вот эту часть. Вот. Видим, что там появляется маска. То есть, черный заканчиваться должен у границы. Вот. А белый. Часть белая градиента у нас показывает, что будет освещено. Мы можем вот так вот немножко подтянуть. Куда нам нужно. Сам градиент. Ну и, собственно, вот и все. И мы получили вот такую вот прикольную хитрость. И вот такую вот прикольную кнопку. Которую мы можем выделить. Давайте вернемся с редактирования маски. Обязательно. Вот сюда кликаем. Выделяем оба этих объекта. Можем уже включить отображение вот этой вот рамочки. И мы можем немножко повернуть наш объект, чтобы свет и шел немножко не ровно сверху, а был немножко вот с левой стороны. Вот как-то так. Вот. Вот весь процесс создания такой вот интересной кнопки. То есть, что нам дает такой процесс? Именно вот этой вот заливочки. Потому что мы можем заходить теперь в настройки непосредственно самого градиента. Вот этого вот. Где? И здесь по необходимости мы можем создавать острую структуру. Можем делать мягкую очень. То есть, настройками обеих градиента в данном случае. То есть, я возвращаюсь. Нам можно вот эту кнопочку сверху еще доработать. Давайте выберем вот эту часть. Мы заблокируем в данный момент, чтобы она нам не мешала. И поработаем с нижним объектом. Вот этим вот. Я его Ctrl-C, Ctrl-F скопировал. Вбрасываем на самый верх. Перетаскиваем вот так вот. Обводку удаляем. А в заливку ставим градиент. Радиальный. И вместо черного ставим наш исходный фон фона. Исходный фон фона. Исходный тон цвет фона. И в край вот эту вот белую штуку. То есть, мы можем теперь немножко сдвинуть от краев вот этот вот контур. Так и тем самым мы сделали такую вот некую впуклость. Впуклость нашей кнопочки. Внутри вот. И уже смотрится это очень прикольно. Теперь стоит вопрос, как нам вот эта вот кнопочка выпуклая. Вся вот эта вот кнопочка. И теперь нам нужно ее впукнуть, собственно. Почему бы и нет. Нам нужно ее впукнуть. Поэтому давайте это сделаем очень легко. Выделяем вот этот объект. Немножко в стороночку. Зажимаем alt, делаем его копию. И дальше все очень просто. То есть, мы вот эту вот, вот эту штучку. Верхнюю у нас, которая показывает. Мы ее можем удалить. Delete. Вот. А наши вот эти вот тенюшки выделяем. У нас выделяется верхняя тенюшка вот с белым градиентом. Так. Нам нужно просто его повернуть внутрь. Так вот. Раз. И вторая вот эта вот штука. Нам тоже нужно просто повернуть ее внутрь. Все. Вот мы кнопочку впукнули. И теперь у нас получается вот такая штука. И вся хитрость в том, что это не растровые кнопки. Они есть векторными. И это можно применять к другим структурам. То есть, это могут быть и прямоугольники вот такие. Так. Вот. И разные там вот такие кнопочки и другие строки. То есть, все это можно делать с помощью настройков двух одинаковых контуров и градиентов этих контуров. Которых один будет показывать световую часть бликующую. То есть, в данном случае, кстати, нужно кнопочку перевернуть. Вот. Потому что свет, если идет оттуда, то освещаться будет вот эта часть. Вот так вот. А второй будет отвечать за тень. Один за свет. Второй за тень. Контур. И все. Причем, в нашем градиенте мы можем настраивать вот эту мягкость вот этой вот штуки. Или остроту. Я думаю, это дает большую вариативность. И оставляется очень классным тот факт, что это есть вектор. Вектор. То есть, никаких растровых эффектов. Вот вся хитрость, которую я хотел с вами сегодня, друзья, поделиться. Я очень надеюсь, что вы для себя что-то новое открыли. И если это так, ставим вот этот вот пальчик, вы знаете, вверх. Потому что это лучшая благодарность автору за его работу. И не забывайте делиться этим видео с друзьями. Если вдруг вы еще не подписаны. Ну, а такие есть. Я знаю, 70% моей аудитории на меня не подписывается, к сожалению. Так вы, чтобы не пропускать вот такие супер полезные видосы в будущем, сделайте это. Сделайте это сейчас. Не откладывайте это на потом. А я вам, а я вам отомщу классным видео в следующем своем уроке. Всем пока, всем удачи и супертворческого вдохновения.